Друзья, два события важных на сегодня. 12 числа в субботу я вас жду в гости на открытии выставки персональной в Москве на Елоховском проезде, дом 3, строение 1. В 18 часов приходите, пожалуйста. Покажу новые работы, увидимся живьем, пообщаемся. Выставка продлится чуть больше месяца, она работает с 12 до 19 часов ежедневно, кроме понедельника. Лилия Килимнюк, скажите, пожалуйста, я правильно поняла, вы краски на самой палитре не размешиваете, размешиваю, а только кисточку макаете в разбавитель. И макаю, и размешиваю. Но ведь бывают очень густые, плотные краски, которые не свезешь кистью, особенно колонком. Или у вас есть какой-то секретик. Ну вот сейчас на академичке краски чуть-чуть так подмерзают и довольно-таки густо приходят их размешивать. Я писал в том числе и мягкими кистями. Приходится вместе макнешь в этот самый растворитель и размешиваешь. Не получается мастихин в помощь или кисточки пожестче. Нормально. Потом важный момент, краски должно быть все-таки много. Особенно зимой расходуется белило. И, может быть, лучше даже брать зимой писать цинковые белила, потому что они более жидкие, меньше вязкости. Кисти пожестче щетины и свезешь на холст. Сержант Игорь Творогов. Сложно, конечно, в наши, мягко скажем, непростые дни настроить себя на позитив, но уверен, что любой художник должен садиться за работу только в хорошем настроении. Абсолютно с вами согласен. Ибо оно передается и зрителю, наблюдающему за нами и нашими итоговыми творениями. Конечно, есть такие даже обои, которые ни в коем случае нельзя вешать дома. Заболеть можно, но правда. То состояние, в котором человек делал эти обои, не говоря уже о картинах, считывается зрителям нами, считывается. Мы даже не знаем этого, но мы улавливаем то качество энергии, оно просто обои дома. Представляете, а картины? Оно пропитывает этой энергией. И мы даже можем не знать, от чего мы вдруг заболели. Среда, в которой мы находимся, что на стенах, с кем мы общаемся, что мы читаем и так далее, все работает на то, чтобы сформировать нас. Есть одна лестница. Мы либо поднимаемся вверх, либо спускаемся вниз. Нельзя стоять на месте. Затолкают. Либо те, которые вверх, вынесут тебя, как из автобуса. Либо наоборот. А знаете, в Ростовской области, я жил там 4 года, там, например, спрашивают, тут подтвердите, кто. Сейчас будете удивлены наверняка. Вот стоишь в автобусе, держишься, и вдруг кто-то спрашивает, вы встаете? Первая моя была реакция, конечно, удивление. Я же стою, а имеется в виду, вы выходите из автобуса. Вы встаете? Ну и вставляют тебя так, что выносят из автобуса. Либо вниз по ступеньке, либо вверх, в общем, те выносящие. В общем, с плохим настроением за картину. Но представьте, вы пришли в гости. Все радостные, веселые, налили там по стопочке немножечко. А вы такой весь вот, немножко не того. Ну, не соответствуете вот их настрою. Немножко так. Вы один, вот с этим вот настроением, вот мрачники такие. Вы же можете испортить всю компанию. Дома даже делились на мужскую и женскую. И нужно было появляться на половине другого, только когда у тебя хорошее настроение. А зачем отягощать-то вторую половину? Своей вот этой радостью, неподдельной. Не нужно. Угаси ее там где-нибудь. Приведи себя в порядок и приходи с супругом там, с супружницей. Куда ты радоваться? Она по клавиатуре, он любит ходить. Сидеть на компьютере, ой-ой-ой, ой, пошли тут, ой-ой, ты что-то пишешь уже, дружок. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, остановить-то не, ой, уже не остановишь. Павло П.Л. Наверное, ваша жена до конца не знает схемы, что вы заманили девушек на мастер-класс, а сами на вечерок баньку растопили. Ну, правда, баньку там растопили. Там на этой академичке в пятницу топят баньку для женской темы. Только женщин пускают. Они, конечно, выбегают там голые купаться в прорубь. Собственно, за этим я приехал, чтобы посмотреть. Ну, а в субботу, конечно, мужчины парятся и тоже выбегают голяком в прорубь. И вокруг все пригорки облеплены деревенскими женщинами. Художники все смотрят. И девушки, конечно, только туда и приезжают. Только в субботу. Вы правы, Павло П.Л. Схема такая. У меня есть идея. Я не знаю, как ее реализовать. Я хочу написать картину с сюжетом в бане, в женской. И вот персонажи различные, натуральные, с тазиками, с шайками, с вениками. Ну, не знаю, как это осуществить. Вот поэтому и заманиваю всех на мастер-класс, чтобы это сделать. Может быть, они меня пустят хотя бы один раз в свой коллектив. Как будто я вот просто сбоку посижу там и порисую, пофоткаю. Елизавета Власкина. Подскажите ботинки, сапоги, чтобы ноги не мерзли. А то сессия бывает не окончена, а ноги уже не чувствуют. Тут Елизавета Власкина пишет, что он ты рекомендует. И забудьте, что такое мерзнут ноги. У нас в Сибири проверено. Даже на тонкие колготки не холодно. Он ты я тоже хочу попробовать. Но я купил рыболовные сапоги. Они разных мастей и разных цен. Они со вставками внутри, такими теплыми. Вроде бы ничего. Вот я сейчас ездил, минус там 13 было. Все в порядке. Ну, на трое носочков. Вторая новость тоже приятная для тех, кто смотрит мои видеоуроки. В честь выставки и Дня влюбленных я объявляю скидку в 20% на все мои видеоуроки до 15-го числа февраля включительно. Для примера посмотрите этот анонс. А вообще заходите в онлайн-школу. Ссылка в описании к каждому видео. И сами посмотрите анонс. И выберите что-нибудь для себя. Я хочу, чтобы мы вместе развивались и шли к вершинам мастерства. А ради чего я вообще замутил эту школу? Вместе ведь веселее жить. Украинская пословица есть. Гуртом и батьку легче быты. Я предлагаю вам познакомиться с 40-м уроком по живописи на пленэре. Виноградник. Я записывал этот урок в Гурзуфе. Он сложный, потому что нужно найти взаимосвязи между несколькими планами. Связи довольно тонкие по тону и по цвету. Дальний план — это гора-медведь. Писать зеленый очень сложно. В этом уроке мы с вами будем писать пространство. Мы будем управлять вниманием зрителя. Мы будем думать о материальности каждого объекта. И, естественно, одно из главных условий успешной живописи — это расфокусированность зрения. В этой работе мы будем сочинять бесконфликтную композицию. Пятна не должны спорить друг с другом. 40-й урок. Виноградник. Ссылки на урок на онлайн-школу под каждым видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok